Девушки отдыхают Бог поднимает занавес и позволяет нам заглянуть в историю и увидеть, как Он искусно запланировал события в истории человечества от древних времен до сегодня. В это последнее время мы видим доказательства существования Бога, который много веков назад услышал в обли униженных и отверженных людей, которых считали низшими в обществе сборщиков мусора с горы Макуата. Каждое утро на рассвете более 7 тысяч сборщиков мусора покидают мусорный город на тележках или маленьких грузовиках и едут в Каир, где они собирают около 13 тысяч тонн мусора от почти 17 миллионов жителей этого города и возвращаются в узкие улочки мусорного города, доставляя эти отходы в свои дома. Здесь женщины и дети сортируют мусор в кучи на органические и неорганические. Органический мусор используют, чтобы кормить домашний скот, который бродит по улицам или находится на этажах. Было время, когда казалось, что жизнь этих людей никогда не изменится, и никому до этого нет дела, потому что они делали грязную работу, которую никто не хотел делать. Но 30 лет назад появился человек, которому это все было небезразлично. Когда я впервые пришел в мусорный город и ходил по улицам, все дома были из жести. У людей не было стульев, они сидели на картоне на полу, не было дорог, не было электричества или воды. Это были не человеческие условия. Вонь от мертвых животных была ужасной, но не это волновало меня. Все, что меня волновало, это люди, которые нуждались в благодати Христа. Все остальное не имело никакого значения. Осознание того, что эти люди погибают, не оставляло в покое сердце отца Самаана. Именно тогда он решил стать Божьим инструментом изменения и идти в грязные места наподобие этого свинарника. И в буквальном смысле вытаскивать людей из грязи. Показываем Божью любовь. Когда я шел и приглашал людей прийти и услышать о Боге, они бывало прятались в свинарниках. Я заходил туда в сандалиях, а потом не мог вылезти из грязи, когда Бог сказал мне взять ботинки. Второе, что Он мне сказал сделать, это взять фонарик, потому что было очень темно. И так я заправлял брыки в ботинки, взял фонарик и пошел их искать. Этим людям было трудно приходить, и Бог сказал мне брать их руки и целовать их. Я целовал им руки. И если и тогда они не хотели идти, я брал обувь и одевал им на ноги. Это очень сильно касалось их, и они шли со мной. Всему это у меня научил Дух Святой. И Он говорил мне, как здесь работать. На сегодняшний день, Суат, жена отца Самана, ежедневно покрывает в молитве этот город. Но было время, когда она узнала высокую цену послушания и нуждалась в том, чтобы лично услышать голос Божий. Когда Бог в первый раз призвал меня служить здесь, мне очень нужно было услышать ясный голос Господа. Я работал в первоклассной компании в Египте и имел высокую зарплату. Я молилась в течение шести месяцев и не приняла никакого решения до тех пор, пока я лично не услышала голос Господа. Медленно жизни людей начали меняться по мере того, как учение Иисуса стало реальностью в их жизни. Мы были потеряны в аду. Мы отупали в грехах, и поэтому благодарим Бога, что сейчас знаем Его. Мы поклоняемся Ему, и Иисус живет в нас. Мы вдохновляем людей, посещаем их дома и рассказываем, как мы жили во грехе и как Он изменил нас. И за все благодарим Бога. Так как в этом городе сортируются тонны мусора, жители этого города часто находят очень ценные предметы. И каждая находка служит возможностью привести Слово Божье в действие. Муж одной женщины путешествовал и работал много в течение трех лет. Эта женщина накопила денег и купила драгоценности, браслет и золотые крестики, и все сложила в один пакет. Когда мы нашли его, мы решили его вернуть владельцам. Она спросила, откуда у нас эта честность? Наш Иисус научил нас быть честными. Несколько лет назад я украл дорогую вазу одной женщины, у которой я собирал мусор. Потом я встретился с Богом. Он начал со мной работать и я стал молиться. Я пошел к отцу Саману на исповедь. Он сказал, теперь иди, возьми эту вазу и отнеси ее обратно. Скажи ей, что когда ты украл эту вазу, ты не знал Иисуса, но теперь ты его знаешь. Поэтому и принес ее обратно. Так как количество верующих начало расти, стало ясно, что этим людям нужно будет место для поклонения. И в 1986 году, когда один рабочий уронил на землю камень, и он попал в настоящую пещеру, они поняли, что Бог ответил на их молитвы. Отец Саман лично следил за удалением вековых слоев из камня в пещере, которую сделали фараоны, которые использовали камень горы Макуата для строительства пирамид. Многие осуждали его за то, что он так страстно работал, и насмехались над ним, спрашивая, если какие-то камни важнее, чем души людей. Но отец Саман просто готовил место, которое однажды должно было вместить 20 тысяч человек. У него была миссия от Бога, и каждое решение он принимал, слушая Бога. Послушание лучше, чем жертва. Когда я приношу жертву без послушания, то она ничего не значит. На протяжении последних 30 лет на горе Макуата произошло много чудес. Вместо жестяных лачуг были построены здания из кирпича. Улицы были заасфальтированы, а дети до сих пор играют посреди мусора. Но теперь у них есть будущее, потому что происходят настоящие изменения. Признаки этих изменений включают в себя строительство школ, лечебниц и церквей, и все это прямо в центре мусорного города. В профессиональных училищах преподаются классы шитья и вязания. Каждая вещь имеет ценность и применение, как, например, этот саван для погребения, который будет использован в гробах. Эти гробы изготовлены молодыми парнями, которые научились столярному ремеслу. Несмотря на чрезмерное количество, видимо, мусора, существует хорошая система сортировки на месте. Пластмасса, металла и бумаги они собираются и спускаются с крыш в огромных тюках, которые относятся к помещениям для переработки. Здесь пластмасса переплавляется и используется повторно. Несмотря на сильную вонь от расплавленной пластмассы, люди желают работать, превращая мусор в практичные вещи. Сегодня, идя по улице Мусорного Города, люди все еще собираются вокруг отца Самаана и его коллег, которые проявляют любовь и сострадание к этим людям. К отцу Самаану очень часто обращаются за молитвой и исцелением. Такая работа требует огромной веры. И Бог часто проявляет себя в чудесах и знаменах. Почти каждый день на горе Макуата можно увидеть освобождение, одержимых и угнетенных. И когда люди находят свободу во Христе, они обретают надежду. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что отец Самаан — известная личность, он никогда не идет на компромисс и любит проводить время наедине с Богом. Дело мусорщика — собирать мусор в Каире. И когда один из них приходит ко Христу, он становится светом для этого мира. Его жизнь — это свидетельство без слов. Вечный мечтатель, отец Самаан часто уединяется в пустыню за пределами Каира, где он мечтает о строительстве церкви на 5000 мест и о центре восстановления, куда могут приехать жители мусорного города и радоваться открытой местности. Вопреки насмешкам и презрению, с которыми сталкиваются эти люди, отец Самаан твердо уверен в том, что Бог будет использовать жителей мусорного города, чтобы повернуть сердце людей из Каира к Господу. Мы не сможем достигнуть всех людей, потому что мощи неограничены. Все, что у нас есть, — это собрания в церкви, но эти сборщики мусора могут достигнуть всех людей. Бог избрал их, чтобы они были благословением для Египта. И Он сказал, «Благословен Египет, народ мой!» На горе Макуата день близится к концу, и в этот вечер четверга мусорщики оставляют весь мусор и идут в пещерную церковь. Здесь они собираются для учения и приготовления на дело служения. Кто-то сказал мне, «Не думайте о себе, как о простом мусорщике, потому что в Иисусе моя ценность велика». Теперь я евангелист. Ко мне приходят люди, и я могу им рассказать, как Бог изменил мою жизнь. Изменять жизнь и направлять их к Отцу — это цель жизни Отца Самана, который стал родным Отцом для жителей мусорного города. Он их советник и друг. Он ближе родного брата. Он их духовный лидер и наставник. Но для Бога Отца Он просто человек, который прожил жизнь в послушании, и на чью молитву — больше тебя и меньше меня, Господь ответил, и на чью дневную молитву — больше тебя и меньше меня, ответила. Это наше время, чтобы менять наш мир. Мы должны взывать, кричать, прилагать усилия и стянать. Мы должны молиться днем и ночью, и Господь поддержит эту работу Духа Святого. И мы должны не просто говорить об Иисусе, но наша вера должна сопровождаться чудесами. Тогда мир увидит и уверует, и обратится ко Христу. Субтитры создавал DimaTorzok